Добрый вечер, в эфире ОРТ, здесь и сейчас. Вчера после разговора с Григорием Явлинским и Александром Жуковым о проекте бюджета на следующий год, я рискнул предположить, что, может быть, впервые за долгое время в России появляются реальные поводы для экономического оптимизма. И вот, как в ответ на наш разговор известие, что с 1 ноября в России на 10% увеличиваются пенсии. Следует ли из этого, что поводы для экономического оптимизма появляются и у наименее обеспеченных слоев населения? Здесь и сейчас представитель правления Пенсионного фонда России Михаил Зурабов. Михаил Юрьевич, добрый вечер. 1 января средняя пенсия 380, сейчас 615, средний плюс 61 рубль сейчас будет. Когда последний раз было такое масштабное увеличение пенсии? Я хотел бы уточнить, прежде всего, эти цифры. На начало года средняя пенсия, по нашим оценкам, была 520 рублей. И сейчас, после ноябрьского повышения, она должна выйти на уровень 820 рублей. А специальная статистика занижает тогда? Мы говорим о тех данных, которыми располагаем мы и Министерство труда и социальной защиты. Я думаю, что те данные, которые я вам сейчас привел, они наиболее точные. Интересно, будем с этим разбираться. Почему такое разночтение? Когда последний раз такое было? У нас последовательно, практически с мая прошлого года, повышается пенсия. У нас не было ни одного квартала, когда бы повышение пенсии не произошло. Наиболее крупное повышение пенсии, если говорить о индексации пенсии, было в феврале этого года, это было 20% повышение. Затем в мае пенсии были повышены на 7%, но был изменен индивидуальный коэффициент пенсионера. Затем в августе мы еще значительно изменили индивидуальный коэффициент пенсионера, что было сделано указами президента, и вот сейчас ноябрьская индексация на 10%. А что такое коэффициенты? Это когда льготы меняли на деньги? Нет. Дело в том, что в Российской Федерации пенсионное законодательство таково, что у нас пенсионеры получают пенсии, скажем так, по двум пенсионным формулам. Одна пенсионная формула существует с 1991 года, а другая пенсионная формула была введена в практику пенсионного обеспечения с февраля 1998 года. И она изменилась таким образом, что теперь вот этот индивидуальный коэффициент пенсионера практически является показателем, который ограничивает размер заработной платы конкретного пенсионера, который учитывается при назначении пенсии. Вот вам пример. У вас заработная плата при выходе на пенсию составляет 1500 рублей. Но в расчете пенсии не 1500 рублей будет учитываться, а учитывая 1500 рублей, откорректированные на тот самый индивидуальный коэффициент пенсионера, о котором я вам говорю. Ну, например, если, скажем, это соотношение равно 95%, то вот от той средней заработной платы, которая у нас утверждена в стране в качестве основного параметра для исчисления пенсии, надо взять 95%. Я не понял, но, видимо, как и со статистикой буду разбираться. То, что увеличили сейчас на 10%, а это обещали сделать в феврале следующего года, это значит, что пенсионный фонд как-то заработал больше, получил больше денег? За счет чего? Да, это действительно так. Доходы пенсионного фонда в этом году заметно выше, чем они были определены законом о бюджете пенсионного фонда. Это позволяет нам произвести 10% повышение пенсии в ноябре месяце, хотя до этого планировалось, что очередное повышение пенсии должно состояться в феврале. Ну, судя из того прогноза наших доходов, который должен был быть, это признак в целом улучшения экономической ситуации в стране. Президент Путин сказал, что северные надбавки, по ним увеличение составит аж, может быть, 300 рублей. Понятно, почему на севере, но, например, цены в Москве на базовые продукты питания, я думаю, что даже в чем-то чуть выше, чем на крайнем севере. Почему только северные надбавки, а не для пенсионеров, живущих на таких территориях, где, так сказать, цены, соответственно, высокие? Ну, здесь, вы знаете, вопрос совершенно справедливый. Мы неоднократно указывали на то обстоятельство, что вообще к числу наиболее проблемных территорий относятся северные территории, относятся крупные наши города, где стоимость жизни чрезвычайно высока. Но для сравнения вам скажу, что в целом относительно неплохое положение в центральной части России, там, где уровень пенсии таков, что он составляет до 70-80% средней заработной платы в регионе. И, в общем, это, скажем, совершенно неплохой показатель. Почему в первую очередь было принято решение по северным территориям? Потому что на северных территориях при исчислении пенсии, при расчете пенсии, учитывается районный коэффициент. И, следовательно, в известном смысле мы сейчас хотим заменить один подход при определении пенсии, который учитывает этот районный коэффициент, на несколько другую схему, где нами практически сейчас не то ограничение на заработную плату для исчисления пенсии, о которой я говорил вам вначале. По этому индивидуальному коэффициенту. По этому индивидуальному коэффициенту. Но, что касается наших предложений, то мы такие предложения внесли в Государственную Думу и планируем распространить тот же самый подход на всю Российскую Федерацию в течение следующего года. То есть, постепенно от того уровня, на котором мы находимся сейчас, в мае будущего года довести вот этот самый коэффициент до 1,1 и в ноябре будущего года до 1,2. То есть, практически то, что мы делали по отношению к северу, это в некотором смысле опережающее решение вопроса. Понял. Главный вопрос. На ваш взгляд, темп роста пенсии как-то соответствует темпу роста цен? Ну, если брать ту статистику, на которую мы сейчас ориентируемся, она вполне возможно будет расходиться с вашей. Мы когда составляли бюджет пенсионного фонда, правительство рассматривало, ориентировались на то, что в течение года темп инфляции должен составить 18%. То есть, скорость удорожания жизни ниже, чем скорость увеличения пенсии? Да. Это и в этом году, и на следующий год. А вот там бензин, вот сейчас в программе «Время» говорили, пенсионеры, лекарства, вот это все, нет? Безусловно, это влияет. Это влияет, и вот парадокс ситуации заключается в том, что отчасти, если говорить о ситуации в пенсионной системе, то мы, знаете, как та собака, которая пытается поймать свой собственный хвост и не может это сделать. Мы повышаем пенсию, мы делаем, согласитесь, с мая прошлого года, это достаточно систематически, ежеквартально, размеры увеличений, в общем-то, если сравнить с динамикой заработной платы, с динамикой, ну, других макроэкономических показателей, они не плохие. Не плохие, не плохие. И на будущий год мы планируем, надо сказать, повысить пенсию тоже где-то на 35-40%, и тем не менее положение пенсионеров заметно лучшим не становится. И вот сейчас одна из серьезных проблем, которой, я думаю, нам предстоит заняться, это все-таки найти еще и такие механизмы дополнительно к тому, что мы сейчас делаем, чтобы в конечном итоге наши усилия не пропадали даром. Попробуйте прокомментировать то, что сегодня сказал президент. Как только повышается уровень пенсии с федерального центра, тут же в регионах включается механизм, который ведет к снижению уровня жизни пенсионеров? Ну, я предполагаю, что высказывая эту мысль, президент имел в виду следующее, что действительно по целому ряду расходов домохозяйств региональные бюджеты оказывают довольно заметную и существенную помощь. Это всевозможные дотации, субсидии, которые выделяются для того, чтобы поддержать уровень жизни наиболее малообеспеченных слоев населения на маломальски приемлемом уровне. И в данном случае президент, высказывая эту мысль, обращался с призывом к региональным властям о том, чтобы повышение пенсии, которое сейчас происходит за счет средств, собираемых на федеральном уровне, то есть, скажем так, за счет средств федерального центра, не уменьшались эти усилия или эти усилия приводили к реальному результату, будучи скоординированными с действием региональных властей, чтобы не получалось так, что на федеральном уровне мы стараемся предпринять усилия, о которых мы сегодня рассказываем нашим телезрителям. А на местном уровне, совершенно верно, это будет повод для Вестах, для того, чтобы, скажем, не сдержать рост цен на электроэнергию или на коммунальные платежи, или на какие-то другие виды расходов, которые в конечном итоге повлияют на уровень жизни пенсионеров. Вы употребили слово «призыв президента». На наш взгляд, это достаточно действенный механизм для того, чтобы этих фактов было меньше. Вы знаете, когда я говорю «призыв», я имею в виду, что на сегодняшний день четких отработанных механизм координации и взаимодействия не существует. Но, тем не менее, это тот ориентир, который высшее должностное лицо государства дает сейчас как федеральному правительству, так и региональным лидерам. И в этом направлении, по всей видимости, мы должны подготовить предложение, которое приблизит нас к решению этой задачи. Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Все, кто уже привыкли, что у нас в стране цифры сами по себе, а жизнь сама по себе. Предлагаю сегодня пожелать друг другу, чтобы уже в реальной жизни цифры что-то у нас значили для всех телезрителей здесь и сейчас. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ. ОРТ.